Требования к прецедентам на получение стипендии Булашак уже сточились. Об изменениях в правилах рассказали на специальном брифинге. Так, проверить, пройти отбор, теперь будут проводить отбор, будет практически анонимно. Заявителям будет присуждаться кодовый номер. Кроме того, большинство мест в отборочной комиссии отныне будут занимать не представители государственных органов, а независимые отраслевые эксперты по 13 специальностям. Также поднята планка владения английским языком и среднего балла диплома бакалавра или специалиста. Исключения составляют лишь технические специальности. Впервые введена категория общий курс для обладателей международного сертификата знания английского языка. Категория IELTC 6.5, а также с дипломом GPA выше 3.3. Обладатели таких документов могут претендовать на стипендию Булашак без стажа работы или заявки работодателя. Сам же конкурс отныне будет состоять из шести туров. Сейчас две трети всех выпускников Булашака остаются работать в Астане и Алматы. И чтобы перенаправить выпускников в регионы, изменили срок отработки. Три года в провинции против пяти в столицах. Введено единое комплексное тестирование, направленное на всестороннюю оценку компетенций претендентов и изменение формата работы независимой экспертной комиссии. Теперь независимая экспертная комиссия сосредоточится на определении профессионального уровня подготовки претендентов.